МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Взял автомат и расстрелял сослуживцев ЧП в Днепре с участием бойцов нацгвардии. Заминировал свою школу. В Одессе задержали несовершеннолетнего телефонного террориста. Угнал внедорожник с целью получения выкупа. Муж известной одесской певицы оказался в следственном изоляторе. Минус Приус. На канатной прозаранили патрульный автомобиль, который сопровождал скорую помощь. Сжег машину на спор. История ровного пацана из Черноморска. Выломанный турникет, перевернутые столы и сломанная челюсть. Яркая заводушка в Одесском горсовете. И заметьте, это далеко не все темы, которые мы подготовили для вас на этой неделе. Вы смотрите криминальный проект Грайн. Темная, неприглядная изнанка жизни нашего города. Во всех деталях. Поехали. Скрыл машину с помощью специнструмента. Перегнал с места стоянки. И планировал вернуть владелице за половину рыночной стоимости. В Одессе задержали мужчину, угнавшего дорогой внедорожник. В 5 часов утра позвонили в дверь. Сотрудники полиции сказали, сообщили неприятную новость, что моя машина угнана. Конечно, расстроился. Я уже думал, что уже все, машины нет. Пока мы подходили к месту преступления, шли. Они мне рассказали ситуацию, что моя машина была угнана. И этот угонщик давно замышлял преступление. И вот моя машина оказалась в поле зрения этого преступника. Новенький паркетник, 40-летний злоумышленник, угнал с улицы Армейская. Попасть в машину и завести ее удалось с помощью специального оборудования, взломавшего систему без ключевого доступа. Оставив свою машину неподалеку, угонщик перегнал захваченный трофей на другую улицу. В дальнейшем он планировал предложить владельцу вернуть пропажу за половину рыночной стоимости авто. Но в дело вмешались правоохранители. Мужчину задержали. При обыске в его авто обнаружили пистолет, паспорт иностранного государства, электронные приборы для взлома транспортных средств и другие доказательства противоправной деятельности. Задержанному огласили о подозрении по части 3 статьи 289 Уголовного кодекса. За угон ранее неоднократно судимому гражданину грозит до 8 лет лишения свободы. В качестве меры пресечения суд избрал ему содержание в изоляторе. В первую часть КПК Украины слідчий судей Уполит застосоватись в сторону подозрения опыта. Запобежный заход в отримании под варту иду одесских слідчих изоляторных срок до 22 березня 22 в кодекса. Возначить размер заставить запобежного захода устателем для задержания и выполнения подозрений по повлицам, предвещущих КПК Украины размером 300 пожитовых мини для председательных послуг, что становится 744 300 гривен. Кстати, о задержанном всплыли интересные подробности. Как оказалось, ранее неоднократно судимый иностранец супруг одесской певицы Викторий Петрик. Она представляла Украину на детском Евровидении в 2008-м. Пара воспитывает малолетнего ребенка. Две тысячи гривен в час. Такую расценку за интимный досуг установили содержатели двух притонов в центре Одессы. Новых сотрудницах искали в социальных сетях, а свои услуги, не стесняясь, предлагали на отдельном сайте. Правда, вся идиллия закончилась после визита на адреса сотрудников миграционной полиции. Работали, решаем вестей, которые приходят сюда. Посовы не выбирали девочку, идут отдыхать. Как организовать прибыльный, но совершенно незаконный стартап? Записывайте готовую бизнес-модель. Снимаете квартиры в центре города, например, на улице Бунина и в переулке Некрасова. В соцсетях ищите девушек с непростым материальным положением, готовых на все ради заработка. Нанимаете обслуживающий персонал от горничных до операторов колл-центра. Делаете сайт, чтобы заманить клиентов. И вуаля, дело пошло. Правда, не стоит удивляться, что вскоре на адрес, помимо искателей плотских утех, нагрянуты сотрудники миграционной полиции в сопровождении полицейского спецназа. За установленными правилами, з одного клієнта дівчина должна была брать 2000 гривен, а из заработленных за добу грошей отримала лише половину. Під час проведенных обшуків за місцем мешкання правопорушниц та у місцах розпусти, правоохоронцы выучили черновые записи, ноутбуки, банковские карты, мобильные телефоны, гроши и другие речовые доказы. За результатами досудового розслідування, слідчі слідчого управління ГНП в Одеській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури оголосили 4 зловмисницям віком від 28 до 44 років підозри за частиною 2 статті 303 Кримінального кодексу України, тобто у сутенерстві. Теперь предприимчивим гражданкам светит от 4 до 8 лет лишения свободи. Стрельба неподалеку от управления СБУ в центре столицы. По предварительной версии пользователей соцсетей там происходили то ли разборки, то ли ограбления пункта обмена валюты. Оказалось, що це маленький фрагмент встречи київських активистів і охранні фірми. Прибули представники охоронної фірми, які не змогли потрапити в приміщення і на фоні цього вийник конфлікт. Члени громадської організації цієї застосували слідчий газ до цих осіб і вийникла шовханина. Затем один із охранників достал із машини САЙГУ і несколько раз выстрелил в воздух для разрядки напряженной обстановки. В результате стрельбы никто не пострадал, а вот во время драки несколько участников получили травмы. Полиція открыла уголовне производство по статье «Хулиганство». Кстати, хоч стрелок і имеет разрешення на САЙГУ, карабин із'яли і следствие буде выясняти, наскільки було правомерно його использование в охранні деятельності. ЗАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩА 25 января о ложном минировании одного із учебних заведений оказался ученик 11-го класа этой же школы. Своє поведення подросток объяснил желанием проверить скорость реагировання екстренных служб. По факту заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан открыто уголовное производство по части 1-й статьи 259-й. Санкции статьи предусматривают до 6 лет лишения свободы. Трагическое продолжение получила резонансная история из Подольска, где мужчина облил себя горячей жидкостью и попытался совершить акт самосужжения прямо под районным управлением полиции. Таким образом, он якобы выразил протест против произвола правоохранителей. Тем самым я хочу к себе привлечь внимание общественность, чтобы в этом здании неправильно занимаются своими делами. Конкретно господин монастырский мой участковый и господин Антони старший следователь. Мужчину с места происшествия госпитализировали в районную больницу, позже перевели в Одессу. А в понедельник, 24 января, стало известно, что пострадавший скончался. Об этом на своей странице написал подольский активист. Кстати, он же снимал самоподжог Николая. Сьогодні 24.01.22. У 8.00 в лекарне города Одесса остановилось сердце Бажакова ММ. Позавчора лично с ним общался, отдыхал, но сердце не выдержало. Наразі тело дослеживают эксперты. Причину смерти. Делом о самосожжении сейчас занимаются следователи ГБР. Расстрелял 5 человек, захватил оружие и подался в бега. В Днепре на режимном объекте произошло масштабное ЧП с участием бойца Нацгвардии из Одесской области. В четверг, 27 января, на режимном заводе «Южмаш» в городе Днепр произошла настоящая трагедия. В половине пятого утра на посту Нацгвардии, находящимся на территории предприятия, прозвучали многочисленные выстрелы. Рядовой срочной службы Артемий Ревчук при получении оружия открыл огонь по сослуживцам. Все происходящее запечатлила установленная в оружейке камера наблюдения. На записях видно, как военнослужащий одного за другим расстреливает находящихся в помещении. Притом раненых он методично добивает. После того, как живых в караулке не осталось, поменяв свой «Калашников» на укороченную версию и загрузил полный ранец боекомплектом, уроженец Измаильского района Одесской области, покинул территорию завода, поймал попутную машину и выехал в пригород Днепра, где и был задержан патрульными полицейскими. Важной деталью является то, что парень сам попросил себя. Случайную прохожую набрать 102 и сообщить о его местоположении. При задержании сопротивления полицейским не оказывал, от содеянного не отпирался. Я сижу в тревожной группе. Тревожная группа у нас имеет автомат. Автоматы хранятся вставнице. Вставница – это некая, это маленькая такая ящичка такой, которая запирается металлической. А у нас, как всегда, не запирается. Остается фрук. Я беру автомат. У нас подсумки есть такие бежевого цвета. Там два магазина по 10 патронов. Я заряжаю первый магазин и стреляю по тем думам, которые находятся в КЗЗ. В КЗЗ это Водимпомбер, я не знаю. Это начальник караула там был, правильно? Начальник караула, потом... И помощник. А, потом прибежал. А кто там был? Там были срочники, контрактники. Один срочник, один контрактник. Я один срочник из старшего призыва умудрился сбежать. Стрелка взяли под стражу. По факту инцидента открыли ряд производств в ГБР. Народный депутат Юлия Яцека озвучила у себя на странице в Фейсбуке возможный мотив, подтолкнувши 20-летнего парня взяться за оружие. Попередняя информация по нацгвардейцу. Два месяца тому он попередил бейку между солдатами. Поведомил керевництву. Останні не вжили жодных заходов, визнали его стукачем и начали из него знущаться. Він специально чекал два месяца, чтобы отримать автомат и помститься. Про вчинение не шкодует. Конечно, это не виправдовую поведенку нацгвардейца. Однако, невжитие керевництвом, никаких заходов реагирования на эту событию может быть основой для притягивания к ответственности и других служебных людей. В результате инцидента пять человек погибли. Четверо военнослужащих и одна гражданская. Еще пятеро ранены. Трое в тяжелом состоянии. В тот же день начальник НГУ генерал-полковник Николай Балан отстранил от исполнения обязанностей на время расследования командира полка, где произошла трагедия, его заместителя по работе с личным составом и начальника штаба. А сам написал рапорт об отставке. А уже на следующий день, в пятницу, 28 января, Рябчук сделал заявление на суде. Ваша честь и искренне жаль тех людей, которым я причинил боль своим поступком. Я виновен и полностью осознаю свою вину. Мне тяжело вспоминать то время, 26-27 число ночью. Мы после задержания с прокурором и с личным провели топыль, на котором я до поздней ночи все высказал, все рассказал, все как было, после того, как добровольно сдался. Мое единственное желание – это не отправлять меня на голову в бахту, а в следственный заряд. Суд просьбу подозреваемого удовлетворил. Рябчука отправили на два месяца в СИЗО без права внесения залога. Верная примета. Если в Одессе выпал снег, ждите увеличения количества аварий на дорогах. Не стал исключением и обильный на осадки понедельник, 24 января. Одно из ярких происшествий этого дня имело место на улице Грушевского, возле центрального автовокзала. Двигавшаяся на спуске фура буквально сложилась пополам. При этом въехала прицепом в брендированный паркетник «Ниссан Кашкай». Служба не посыпала, все. Большое спасибо, больше ничего не поможет. Авария обошлась без пострадавших, но не считая поврежденную технику. А вот заторы на месте ДТП образовались изрядные. Решил не пропускать патрульных. На канатной водитель легковушки протаранил полицейский «Приус», двигавшийся со спецсигналами. В итоге из-за своей принципиальности, ну или невнимательности, оказался в больнице. Столкновение произошло около 4 часов дня во вторник, 25 января, на пересечении Канатной и Пироговской. Патрульная «Тойота» с проблесковыми маячками выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Двигавшаяся по Канатной в сторону проспекта Гагарина «Хонда Цивик», на полном ходу влетела в правый бок полицейского автомобиля, сдвинув его на десяток метров. Обе изрядно помятых легковушки оказались на трамвайных путях, заблокировав движение электротранспорта. Водителям понадобилась медпомощь. Пострадавшие в скорой, что там будет, неизвестно. Кстати, в момент ДТП патрульные осуществляли сопровождение кареты скорой помощи, в которой везли буйного пациента с Генуэской. Вероятно, мужчина был под воздействием каких-то препаратов. Впрочем, судите сами. Ну, что, руки замерзли? Да? Терапию с предохлаждением. Ага, п***, я возьму терапию. Часто ли вы задумываетесь, насколько принципиальны? А на что готовы, чтобы доказать себе и окружающим собственную несгибаемость? Пока вы вспоминаете самые яркие моменты, мы вам расскажем историю того, как житель Черноморска в назидание другу поджег собственный автомобиль. А, п***, я типа машину подвалил, просто вышел, свою машину подвалил. А, п***, п***. Понедельник, 24 января, в Черноморске, несмотря на минусовую температуру, и снегопад выдался довольно жарким. В городе произошло сразу несколько пожаров, но самый яркий во всех смыслах этого слова был на стоянке городского пляжа. Там неизвестный мужчина вышел из своего белого Хюндая, поджег его, снял происходящее на телефон, потом ушел с места инцидента. Позже, по городским камерам наблюдения, удалось установить, что авто приехало от рынка курортный. В тот же день в соцсетях появилась запись, сделанная самим поджигателем. Братик мой, родной, все для тебя, займ. Любимый мой, все твое, вот смотри, пожалуйста. А, п***, девочка, красавица, да? Домик мой, родной, братик твой. Вот, все, поздравим, не надо. Я ушел, дайте. Кстати, на видео видно, что у мужчины в руках предмет, похожий на пистолет. Радой, ладно, чтобы ты уже дался, братик. Понимаю, еще пострелял бы, как садил там. Чтобы выяснить подробности столь эксцентричного поступка, наша съемочная группа выехала на место происшествия. Журналистам удалось пообщаться с самим автором огненного перформанса. Добрый день, я тот самый Сережа, толстый, толстый Сережа, меня здесь только так знают в городе. Тачка была моя личная. Спалил я ее только потому, что я доказал своему другу, брату, что вся сила в правде, всего лишь. Я хочу, чтобы он по жизни идет чуть-чуть заблудший. Вот. И я по жизни тоже иду сам, как бы не заблудший, но ровный пацан иду. Поэтому он мне, п***, говорит, а спали свою тачку. И я ему сказал, хорошо, друг, попозже перезвоню. Через полчаса я ему звоню, говорю, смотри, друг, я добился ее сам, это моя личная. Но я уверен, что с правдой я добью еще ни одну такую машину. Поэтому, дружаня, это тебе и урок. Пока. Спасибо вам большое. Добавить что-то еще к вышесказанному очень сложно. Земельный вопрос переросший в штурм мэрии с далеко идущими политическими последствиями. Заседание профильной комиссии на этой неделе началось с недопуска журналистов и драки с участием народного депутата, а закончилось перевернутыми столами и большим количеством полиции в мэрии. Вы не можете утвердить свою услугу. Так я надаю вам посвечения журналисту самого канала. Я надаю вам посвечения журналиста самого канала. Вот так муниципальная охрана, вопреки закону, решила не впускать журналистов на заседание реформированной земельной комиссии. Помимо СМИ туда же попытались попасть народный депутат Артем Дмитрук с помощниками и группой одесситов. Но уже на входе завязалась драка. Вот эти люди не пускали журналистов. Это не призывная. Но подальше людей сзади. А тем временем группа муниципалов и полиции заблокировали доступ на второй этаж, где собственно и должно было проходить заседание. Спустя время нардепа и журналистов на второй этаж все же пропустили. Правда за работой комиссии понаблюдать не удалось. Пока в зале шло противостояние, земельная комиссия завершила свою работу. По результатам подтасовок и недопуска СМИ, участники событий написали заявление в полицию. Открыты уголовные производства по статье хулиганства, препятствования деятельности народного депутата и угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля. Сам же Дмитрук приостановил свою деятельность в межфракционном парламентском объединении «Разумная политика» на время расследования событий. Эта неделя выдалась богатой на происшествия, а мы рассказали лишь об основных их них. Но, конечно, ежедневно происходит огромное количество событий, как на грани закона, так и за ней. Ну а если вы оказались очевидцем резонансного происшествия, либо обладаете информацией об интересах и актуальных делах, то обязательно присылайте ее к нам на почту. И, возможно, именно ваши данные лягут в основу уже следующего выпуска проекта «Грани». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова